Добрый вечер. Вы смотрите программу «Слово сенатору». В нашей студии член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Республики Карелия Сергей Леонидович Катанандов. Добрый вечер. Сергей Леонидович, есть о чем поговорить. Последний отчет министра здравоохранения Карелии Валентина Улич вообще очень сильно не обрадовал. Смертность у нас чуть ли не на 15% превышает рождаемость. То есть такое ощущение, что у нас демографический, простите меня за черный юмор, бум на кладбище. Это раз. Численность сегодня республики 630 тысяч человек. Когда-то цифры были 700-800. И соответственно отток населения за год где-то 7%. Вот ощущение как у обывателя, что Карелия потихонечку не вымирает, но по крайней мере растворяется. Меньше населения. Единственное, что в глаза бросается, это мы видим на наших стройках все больше мигрантов. Но тут своя особенность. Это не только в Карелии, это во всей стране. Дешевле получается из бывших союзных республик нанять граждан на строительство каких-либо объектов. Дешевле действительно. Чем местных? Эта тенденция не сегодня зародилась. И она продолжается. И бегство это налицо. И причины тому очевидны. Трудные условия жизни, отсутствие перспективы и рабочих мест. Больше того, когда мы говорим о наших лесных поселках, то мы все должны понимать, что сегодня уже не нужны леспромхозы в том количестве, которое мы имели, положим, раньше, до 1200 человек. Сегодня два комплекса с численностью в 60-50 работающих могут заменить целый леспромхоз. И это очень серьезная проблема, что мы им предложим. Предлагали мы и сейчас предлагаем собраться всем нам реально в нескольких крупных наших городах. Костомукша, как центр притяжения севера, Кемь, Беломорск, Сегежа, Медвежегорск, Кондобога и Приладожья. Я не буду все города перечислять. Но большая часть людей, минуя эти города, шурует либо в Петрозаводск, либо в Ленинград. И вот наша задача, и правительство Карелии сейчас этим занимается, предложить другой сценарий. Для этого принято решение о подготовке республики к столетию. Создана комиссия, членом которой я в том числе и являюсь. И будет разрабатываться программа, которая, конечно, а, должна повысить привлекательность жизни в этих небольших городах, а это для России города небольшие, б, наметить планы, за счет чего эта привлекательность будет достигнута. Это, к примеру, модернизация Сегежского комбината, модернизация Кондопожского комбината, создание новых рабочих мест, создание туристской индустрии. А в тяжелых климатических условиях держать людей с условием того, что у них нет перспективы, я думаю, это несерьезно. Что делать тем, кто остался в лесном поселке, и им деться некуда, потому что и ни средств нет, и ни родных нет. Это наша забота государства. Мы должны платить пенсию, мы должны выполнять закон о ветеранах, и мы это делаем. Сейчас в этом плане дрова приедут в любом случае, есть кому позаботиться о гражданах. Так что тема здоровья людей и численность республики — это непраздная тема. Ну а что касается Министерства здравоохранения, предпринимается огромное усилие в соответствии с новым законом о здоровье граждан. Для того, чтобы тоже люди имели доступ к здравоохранению, и чтобы они могли просто дольше жить. Нужны колоссальные усилия всех. А сегодня проблема налицо. В районах нет врачей. И нам предстоит серьезнейшая задача реализации и достижение компромисса между теми, кто поедет в наши тяжелые условия, и теми, кто организует процесс их поездки. Потому что нужны и деньги, и нужны условия, и нужно, чтобы оборудование было современное, и ремонт надо рабочего места врача сделать, и еще жилье дать и так далее. Непростой орех. И в заключение я хочу, чтобы жители наши помнили о том, что мы действительно территория крайнего севера. Это просто так случилось, что граница рядом, и что вроде бы мы можем мерить себя по Финляндии. Но напомню, что вместе с Финляндией, которая 5 миллионов человек, со Швецией, Норвегией, Исландией, всего в мире, и с нами, у нас всего 18 миллионов человек живет за пределами 62 параллели, где Петрозаводс находится, живет в мире всего из 7 миллиардов 35 миллионов человек. И поэтому те, кто оценивает слегка наши возможности, они очень серьезно ошибаются. Люди не глупые, понимают прекрасно, что там, где теплее, меньше затрат, и там легче жить. И а нам такая судьба. Трудиться... Любое государство, взять север и юг, это разная вещь. Да, но нас не забыли. Нас не забыли, и действительно, планы есть у правительства Карелии, и я думаю, что они будут воплощаться в жизнь. Понимаете, вот обидные такие слова иногда звучат, вот от простых людей, когда общаешься, что почему там на юг столько денег, да, наше государство тратит, а мы тут на севере никому не нужны, не видим мы этого. Я думаю, что это не безосновательно, потому что долгое время, на протяжении почти всей нашей жизни, государство уделяло пристальнейшее внимание северным территориям. За счет этого и развилась республика, и построены комбинаты, и не только здесь в Карелии, но и в Мурманске, и в... ну, Норильский комбинат, например, один из крупнейших за пределами Полярного круга и так далее. Да, ситуация изменилась. Да, вот мы сейчас ищем ответ на вопрос, для чего нужен русский север. И на эту тему много высказываются, и в том числе руководство страны, и Владимир Владимирович Путин. Занимается сейчас Арктикой, есть комиссия государственная по подготовке к столетию республики, которая, конечно, будет рассматривать все вопросы, связанные с перспективой жизни здесь. И это не случайно, время наступило, отдавать долги. И я надеюсь, что в рамках деятельности этой комиссии правительство Карелии сформирует такую программу, которая будет поддержана государством. Без государства никаких рывков и скачков на нашей территории сделать невозможно. Я правильно понимаю, что столетие республики может принести все-таки деньги на реализацию конкретных проектов? И деньги, и может перенести перспективу. Люди, услышав о том, что государство будет сюда вкладывать деньги, может быть, задумываются о том, где им жить. Здесь или в Питере, в Москве или где-то еще. Сергей Леонидович, и последний вопрос, касаемый Петрозаводска. По конституции Карелии у нас вроде как столица Петрозаводск, но ничем не подкреплено. Инициатива есть, подписи даже собирали тут горожан, для того, чтобы придать столице статус все-таки, подкрепленный законом. Решать это должны депутаты законодательного собрания Карелии. Как вы думаете, все-таки будет это решено у нас или нет? Я считаю, что депутаты должны откликнуться. Больше того, предвижу, что с поддержкой главы республики Александра Петровича Ходиланина, он об этом говорил, этот вопрос будет поддержан. Он имеет трудную судьбу, к нему возвращались не раз, все опиралось в деньги. Сейчас этап как бы совпадает две вещи. Есть желание петрозаводчан улучшить город. Это очень важный аргумент. Есть желание жителей Карелии улучшить столицу. Это тоже очень важный аргумент. Это люди хотят, чтобы Петрозаводск был лучше. И есть возможности, потому что в рамках подготовки к столетию можно получить для Петрозаводска дополнительные федеральные деньги, не в ущербе районов. Это существенно изменяет ситуацию. Я надеюсь, что вот те усилия по наведению порядка в городе, я думаю, только чудак не увидит, что Петрозаводск меняется на глазах, что строится жилье, строятся дороги, меняются отношения, что люди активно вмешиваются в процессы развития. Вот эти все усилия, они завершатся хорошей программой к столетию, и Петрозаводск, так же, как и республика, к столетию будет обновлен. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы и власть в Петрозаводске сохранила преемственность, и чтобы наметившаяся вот эта дружная работа продолжилась, потому что это во благо всех нас. Ну что ж, будем надеяться, что депутаты законодательного собрания откликнутся. Наконец-таки будет у нас принят закон, и от этого мы почувствуем изменения, хотя бы во внешнем виде Петрозаводска. И я надеюсь, ряд еще каких-то проектов будет реализован. На этой ноте я сегодня предлагаю закончить нашу беседу. Я напоминаю нашим телезрителям, у нас в гостях был член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, от исполнительного власти Республики Карелия Сергей Леонидович Катанандов. Ну, а провел эту программу для вас я, Денис Базанков. Увидимся в эфире телеканала ТНТ «Онега». До свидания.